Так парни, всем привет! Сегодня на 2 июля 2016 года. У нас сегодня будет промежуточное видео. Сегодня я вам расскажу про легенду. У нас будет на обзоре Honda CBR 900RR Fireblade. Данный мотоцикл у нас 1998 года выпуска. Модель появилась на рынке в 1991 году. Каждый последующий выпуск мотоцикла отличался от предыдущего немного доработанными деталями. Но в целом мотоцикл, вот как он выглядит сейчас, кузов выпускался по 2003 год. Когда появился на рынке, он, конечно, вызвал огромный спрос. Но в 1997 году на рынок вышла Yamaha R1, который, в принципе, является прямым конкурентом мотоцикла. Также есть еще ряд конкурентов ему, но я их называть не буду. Значит, вес мотоцикла сухой 186 кг. Объем топливного бака у нас 18 литров. У нас все работает. Тахометр, спидометр, все, пожалуйста, показывай. Сейчас мы заснимем, как он поедет, этот мотоцикл. Тормоза передние и задние, соответственно, дисковые. К управляемости претензий и вопросов вообще нету. То есть мотоцикл идеально управляется. Название у нас присутствует. Fireblade. Не многие знают, но это переводится как горящий клинок. Японцы любят давать различного рода названия своей технике. У нас 128 лошадиных сил. Разгон по паспорту до сотни у него 3,2 секунды. В отличном состоянии. То есть владелец за ним следит. Он ухоженный, обработанный. То есть все вовремя меняется масло. То есть видно сразу по мотоциклу, что он живой. И он не убитый, он не ушатанный. На нем спокойно сел, завел, поехал. Я специально зашел на автору сравнить цены с пробегом в 32 тысячи. С документами стоит порядка 200 тысяч рублей. Также есть версии за 150 тысяч. Но это, видимо, уже пошатанные такие версии. Пробег там уже далеко за сотку. То есть здесь, пожалуйста, смотрите сами. Конечно, есть притертости по кузову. Но 98-й год, парни. Это вам не вчера, не 2008-й. Ну, потертости, как правило, вот эти вот, сами понимаете, прекрасно. На ходовые качества не влияет. Ну, не будем ходить вокруг да около. Давайте-ка мы сейчас его заведем и просто посмотрим, какой здесь стоит выход. У нас является спортбайком. Но многие в интернете начинают писать, что за счет того, что здесь установлены какие-то поворотники. Что он уже получается городской. Так как на настоящих спортбайках их нету. Они предназначены для треков. Но это все херня, потому что на данном мотоцикле, в принципе, перемещаться по городу одно удовольствие. Посадка здесь реально спортивная. Предназначена для перемещения по городу. Вот лет у нас сегодня отличная погода. 28 градусов. Вышел, сел, покатался, получил удовольствие. Что, собственно, мы сейчас и сделаем. Вот здесь мы установлю нашу камеру. И вместе с вами прокатимся на этом мотоцикле. Посмотрим, что он может. Все приборы работают, подчеркиваю. Поэтому сейчас будет видео от первого лица. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Это был пиздец. Такую болтушку я еще ни разу не ловил. Спасибо Хонде себе, что удержала своими колесами. Тест-драйв прошел удачно. Всем привет, держитесь ровно на дороге. Вот таким получился у нас данный ролик. Сразу хочу сказать, все комментарии из серии «Вы дураки, так ездить нельзя» будут удаляться. Потому что все мы с вами люди взрослые и как ездить выбор остается за каждым из вас. Отмечу, что водители данных мотоциклов люди были с опытом и один и второй. У каждого стаж более 10 лет вождения. Каждый сезон они катаются. Все начинали с мотоциклов более слабых. Соответственно, как вести себя на дороге, они знают и они умеют. Вот повторю, что данный ролик у нас был как бы промежуточным, чисто для выходного дня. Далее будет продолжаться сравнительные тесты с машинами. Я создал себе инстаграм. Подписывайтесь на него. Ссылка и название инстаграма сейчас вот на экране. Туда я закидываю изначально какие-то фотографии того, что вот какая машина сейчас будет на очереди на съемку. Потому что сам лично даже не знаю, что у нас будет в следующем, что попадет, что быстрее найду. Прекрасно понимаю, что все хотят сейчас Kia Optima посмотреть, но нашел одну. Она комплектация более такой бюджетной. Соответственно, всем нам хочется самую максимальную комплектацию 2.4, которая турбовая. Уже дошли даже мысли до того, что в принципе можно доехать до любого официального дилера, взять машину на тест-драйв и соответственно все заснять, все посмотреть и также покататься на этой машине, то есть делать какие-то по ней выводы. За конструктивную критику огромное спасибо. Всегда пишите комментарии, советуйте. Канал не мой, парни. Канал он наш с вами и соответственно, если бы вы не смотрели, если бы вы не поддерживали, если бы вы не говорили, что вот здесь неправильно сказал, вот здесь вот это было бы интересно снять. Соответственно, все вместе с вами делаем, сами видите и ролики выходят. В планах канала нашего будет следующее. Сейчас мы закончим сравнительные тесты автомобилей от миллиона до двух миллионов рублей вот в этой категории. То есть непосредственно все машины мы сравниваем с Mazda 6. Почему? Ну потому что я сам владелец Mazda 6, то есть на основании этого я вот смотрю, то есть на другие автомобили и что-то примерно снимаю. Никаких автомобилей, которые до миллиона рублей я снимать абсолютно не буду. Про них уже очень много обзоров есть на YouTube. Соответственно, вы это все можете посмотреть. После того, как мы закончим серию с седанами, мы перейдем на паркетники. Потому что многие владельцы седанов, как правило, после них пересаживаются на автомобиль повыше. И, соответственно, там мы уже будем продолжать нашу съемку также от миллиона двухсот тысяч до двух с половиной. Это прям вообще потолок. Соответственно, будем смотреть, будем изучать автомобили, будем показывать, тестировать. Вот их, кстати, очень даже много. Вот все различные паркетники, их во, за головой. Хоть завтра бери, иди снимай. Ну, соответственно, все будет, все будет по порядку. Поэтому видео быть, блог мой должен развиваться, канал должен развиваться. Поэтому всем пока, подписывайтесь, ставьте лайки.